Всем привет, в этом ролике я вам расскажу, что лучше забрать с вентой, какие призы, на что копить и как копить, поэтому видосик обещает быть интересным, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а ребятки, для тех кто не знает, я играю на втором сервачке на проекте Амазин ХРП, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод, за него получите 300 тысяч, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня, он вам отлично поможет в начале игры. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, присаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, погнали. Вчера добавили получается цены на все эти призы, на машины, на аксессуары, на одежду, я вам хочу сегодня посоветовать, что лучше купить, что бы я купил там и так далее. Я каждый год, когда проходит ивент, записываю подобные ролики и как бы этот ивент не исключение. Надеюсь вам это видео понравится, вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Итак, давайте подойдем именно к рынку, я вам покажу сначала рынок, по чем вообще покупают там, продают конфеты. Вчера получается я тоже как бы зашел, продал свои конфеты, потому что я понял то, что я скорее всего ни на что не коплю, потому что у меня нету столько свободного времени, чтобы этим заниматься. Но сами призы и сам фарм очень хороший. Итак, давайте посмотрим, то есть у нас средняя цена такая, знаете, это 2000 рублей. Я продал вчера по 1800, есть как бы предложение по 1900 рублей за штуку, но скорее всего самые дешевые варианты сразу же скупают игроки. То есть за то, что вы пройдете вот эти все квесты, а пройти их в принципе легко. Да, вначале было сложно, потому что было много игроков, много желающих, было реально сложно, но сейчас эти квесты пройти очень легко. И за прохождение вот этих квестов вы получаете 1800 конфет, которые вы можете продать и заработать, ну, где-то 3 миллиона спокойно. Поэтому, ребятки, кто еще не играет, кто еще думает, проходить квест или нет, лучше реально заходите, проходите. У вас это займет буквально, ну, 2-3 часа, плюс-минус. Вот так вот у нас выглядит обменник, то есть вы реально можете пофармить конфеты, либо их продать, либо обменять на тыквы. То есть обменник тыкв, курс обмена 100 конфет, 1 семечка. Короче, ребятки, вы, получается, покупаете семечку, едете на ферму, и там вы можете ее вырастить. Она выращивается 30 минут. Из этой, получается, тыквы, которые вы можете вырастить, может выпасть либо там рулетка, випка, либо очень дорогой автомобиль, который стоит 50 миллионов рублей, а именно Макларен. Также вы можете собирать тыквы, которые спамятся в определенное время, и за их собирание вы получаете семечки, которые вы можете, как бы, вырастить. То есть вы можете либо за конфеты покупать семечки, либо собирать тыквы, и за это бесплатно их получать. Теперь давайте парим про фарм. Как фармить, получается, конфеты? То есть есть несколько вариантов. Первый, как я и сказал, это вы можете пройти квесты, получить 1800 конфет, либо вы можете участвовать, что из себя представляет эта игра? Западня. То есть вы играете роль либо выжившего, либо роль, получается, маньяка. Ваша задача, либо починить по генератору в ноте выход, либо вам нужно всех убить, чтобы они не сбежали. И за это вы будете получать те же самые конфеты. Самый лучший фарм, я считаю, именно в этой игре, потому что здесь много желающих, здесь реально очень много дают конфет. За выжившего дают там 30-60 конфет, бывает больше, а если вы будете играть за маньяка, вам могут дать там 100-150 конфет. Именно этот режим западня, он считается самым лучшим для фарма. Также есть такой квестовый персонаж, получается, Сергей, а именно это лесник, и вы у него можете брать задание. Я у него уже взял задание, то есть мне нужно собрать пару ягод и грибы. И за это вы будете получать, получается, конфеты. У Сергея вы можете неплохо поднять конфет, но хочу вам сказать то, что этот способ довольно-таки сложный, потому что вы не знаете, сможете ли вы найти эти ягоды или нет, потому что их собирать довольно-таки сложно, а спавнятся они каждый час. Способ вроде бы и хороший, и много конфет дают, но, к сожалению, реально очень сложно. Вы можете как и за 10 минут найти все, что вам нужно, так и за час, а возможно даже больше. Следующий способ фарма, как я и сказал, это выращивать тыквы. Раз в час спавнятся тыквы, по всей карте 200 штук вы их собираете, из этого вам дают семечки. И вы, получается, вот приезжаете на ферму, забегаете в теплицу и здесь можете посадить семечку. И отсюда вам как бы падают конфеты. Но чаще всего, да, падают конфеты, конечно же, но помимо конфет вы можете выбить себе аксессуары, машины там и так далее. Это, получается, тоже один из способов фарма конфет, но способ довольно-таки сложный, потому что одну тыкву нужно выращивать 30 минут. Также, ребятки, есть такой персонаж, как Кеша. Кеша это такой бот, с которым вы можете играть на конфеты. То есть вы можете у него их и выиграть, и проиграть. Вот, вы можете прочитать информацию для тех, кому интересно. Но, в целом, как бы с ним можно поиграть, но, к сожалению, у меня нет конфет, потому что я все продал. Да, это тоже один из способов фарма, но, пацаны, здесь как бы 50 на 50. Вы можете либо выиграть, либо поиграть. Многие здесь просто сливали свои конфеты, поэтому я вам не особо советую этот способ. Лучше уже просто сидеть и фармить их аккуратненько, чем взять и все проиграть. И теперь, ребятки, самое интересное, куда вы можете потратить эти конфеты. Здесь, получается, вот обменник, здесь есть призы. Самое интересное, это здесь, конечно же, автомобили. Не все, конечно, но добавили три новых автомобиля. Это Lexus, Ferrari и Rolls-Royce. Но стоят, как вы понимаете, они много конфет. Получить их будет не так уж и легко. Но я считаю то, что вот эти два автомобиля стоит забрать с Evento, потому что Ferrari, она очень быстрая. Она без чипа едет 280 километров. А на третьем чипе едет 360. И по управлению она очень имбовая. Этот автомобиль я бы на вашем месте забирал, потому что, если их заберут мало, они будут очень сильно цениться. Также есть, получается, Rolls-Royce и Cabriolet. Тачка тоже довольно-таки интересная, но не особо быстрая. Но все-таки, по-моему, это Rolls-Royce. А как вы понимаете, все любят понтоваться. Тем более, Rolls, Cabriolet. Я на вашем месте тоже его забирал. И если их также заберут мало, то он, конечно же, будет цениться и расти в цене. Потому что, когда винт закончится, его больше нигде, скорее всего, не будет. Насчет остальных автомобилей. Это BMW M8, Bugatti, Tesla. Эти автомобили можно как бы приобрести. Да, BMW M8 довольно-таки редкая, но платить за нее 25 миллионов, а именно столько, примерно, вам нужно будет потратить, если будете покупать конфеты у игроков. Насчет Lexus и Mark II, они падают с контейнеров, поэтому я вообще не вижу смысла их покупать. Давайте перейдем к обычным призам, а именно это одежда. Ведьма. Этих скинов уже забрали довольно-таки много. Я уже штук 7, наверное, точно видел. Одежда Halloween прикольная. Тоже, скорее всего, их очень много будет. Также, аксессуар коса прикольная, мне понравилась. Потом, летучие мыши. Вы сейчас можете их наблюдать на мне. То есть, вот так они выглядят. Вот это, пацаны, летучие мышки. Понимаете? Вот как они выглядят. Да, возможно, не особо как бы интересно. То есть, это две такие летучие мыши, такие плотненькие, которые летают вокруг вас. То есть, вот так вот выглядит данный аксессуар. Аксессуар. Если что, вот так они отображаются. Здесь можем посмотреть информацию. Почему-то здесь пишется то, что ее можно найти в рулетке, хотя в рулетке ее нету. Возможно, ее добавят в рулетку, хотя тогда какой смысл было это добавлять на ивент. Для меня это немножко непонятно. Скорее всего, это какая-то недоработка. Из аксессуаров мне понравилась, получается, коса. Летучие мыши понравились. Насчет паука, я не знаю. Я бы не брал на самом деле, потому что, ну, он просто у вас будет сидеть на плече. Это, как по мне, не особо интересно. Летучие мыши ценятся тем, что они двигаются. То есть, если у тебя аксессуар двигается, это довольно-таки круто. И это реально классно выглядит, интересно. А аксессуары, которые просто не двигаются, ну, такое себе. Коса прикольная, потому что такая большая, здоровая, проработанная. Поэтому ее бы я взял. Если кому-то вдруг было интересно, вот так выглядят эти автомобили с ивента. То есть, вот, получается, Ferrari, которую вы можете забрать, Rolls-Royce и Lexus. Да, Lexus тоже редкий, как бы, но часто мне он не особо нравится. Возможно, кому-то он понравится. Как бы, на вкус и цвет, как говорится, все информации разные. Поэтому, возможно, кто-то найдется, кто полюбит этот автомобиль и захочет его забрать с ивента. Но, мне кажется, лучше всего забирать вот эти два автомобиля. Rolls, потому что он понтовый. А Ferrari, потому что она имбовая по управлению, по скорости. И внешний вид у нее тоже довольно-таки сексуальный. Поэтому, ребятки, у меня вывод такой, то, что, скорее всего, лучше забирать именно автомобили. Потому что автомобили первое время будут очень сильно цениться. Ну и, конечно же, как я и сказал, вы можете забирать аксессуары. Но не все, как бы, скорее всего, летучие мыши будут востребованы. Коса будет востребована. И, там, допустим, маска, которая светится, тоже будет востребована. Но, скорее всего, аксессуары эти в цене будут падать. Но, если вы нафармите именно конфеты, не будете их покупать. Я имею в виду именно фарм, ребята. Именно фарм. Если вы нафармите конфеты и сможете забрать либо аксессуары, либо машины. То, в будущем, вы, в принципе, можете это продать. Ну, что ж, ребятки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вам попытался все обнести, рассказать им и так далее. Поэтому, ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании. Поэтому, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я вам желаю, как побольше. Я вам желаю, как много больше. Просто нафармить конфет, купить то, что вы хотите. И все, чтобы у вас было хорошо. Ивент реально хороший, интересный. Есть много чего интересного. Есть что забрать. Поэтому, если вы вдруг еще не начали играть. То, повторюсь, заходите, ребята. Заходите, не тупите. Начинайте, проходите квесты там и так далее. Вы реально не пожалеете. Ивент получился довольно-таки атмосферный, классный. И в следующем ролике мы поиграем в очень интересную игру. Поэтому, ждите, подписывайтесь. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.